Кто у нас сегодня первый раз? Я очень давно с вами не выходила на вебинарную связь и очень рада, что мы с вами сегодня вместе. Есть единички. Очень приятно, это новенькие у нас. Сегодня мы говорим о ритуалке, о моей любимой теме и будем немножечко так расширенно о ней говорить, о древних обрядах, которые, так скажем, сегодня актуальны. Как они формировались и, собственно, что мы сейчас можем из этого всего взять. Давайте сделаем небольшую перекличку, которую мы всегда делаем в начале вебинаров. Какие страны сегодня присутствуют? Поставьте, пожалуйста, единичку, кто первый раз и поставьте, пожалуйста, страну, ну, все, чтобы было понимание. Да, про все расскажу максимально. Что смогу рассказать? Да, я тоже рада вас видеть. Немножечко расскажу, почему у нас такой перерыв в вебинарах. Мне, на самом деле, не хочется выходить с вами на связь в каком-либо плохом своем состоянии, да, то есть и внешне, и вообще. Вот, поскольку я ношу очень долго в течение дня корсет нашейный, да, это такая бандура, очень некрасивая, как гипс на шею, да, по связи с тем, что у меня пострадали позвонки в момент нападения на меня. Это первое. Второе, это то, что здоровье моё пострадало очень сильно, сейчас очень много чего выявилось в связи с тем, что после нападения я не смогла полноценно восстановиться из-за происходящей травли. Травль продолжается по сей день. У нас есть запись суда, поэтому я могу совершенно спокойно об этом говорить. Есть запись суда, на котором судья после закрытия магазина, то есть суд в Ивантеевке в лице судьи Гуркина постановил, что мой магазин, на котором написано вывеска, есть вывеска 18+, да, необходимо закрыть на 30 дней, как административное правонарушение я совершила в связи с тем, что там продавались книжки, которые могли плохо повлиять на детей. Значит, книжки были устранены в тот же день, когда мне сказали, что им не нравится, хотя на магазине пометка 18+. Вот. Но судья вот так вот втихую это сделал. Почему втихую? Потому что в период, когда происходил суд, меня не уведомили, о чём как бы они должны были уведомить обязательно. Я находилась в больнице вообще в этот момент. Они быстренько, узнав, что я в больнице, провели суд, прибежали, не дав возможности даже собраться, просто опечатали магазин. Мы подали апелляционную жалобу, и в этой апелляционной жалобе, значит, рассматривал уже суд Мосгорсуд. Мосгорсуд в лице уже другого судья, к сожалению, фамилию я не помню, у меня нет перед глазами, вообще сообщил такую фразу, что женщинка, то есть он сказал о том, что женщины, которые гадают, подлежат сожжению. Дословно вам я её сейчас не скажу, но я её напечатаю обязательно открыто, потому что запись суда у меня есть, это не голословное обвинение. То есть суд, сегодняшний современный суд говорит о том, что женщина гадающая подлежит сожжению. Это, конечно, просто нонсенс какой-то в современном обществе. Я хочу сразу пояснить, так как мы сегодня будем говорить о ритуалах, вот, я хочу сразу пояснить, что карты, они являются каким-то атрибутом сатанизма, какой-то злой, ужасной магией и так далее. Дело в том, что карты, вообще сейчас все психологи работают с картами. И изначально мы можем вспомнить, вот мы так плавно сейчас пройдём в ритуалку и вообще во всём, мы вспомним ситуацию, когда психологи работали с детьми в детских садах, в школах, в каких-то учреждениях специализированных и показывали картинки, и говорили, что ты здесь видишь. Это, по сути, аналог метафорических карт. Так, сегодня уже все практически психологи, которые себя уважают, которые, ну, постоянно совершенствуют свои навыки, в том числе, работают с метафорическими картами. Более того, метафорические карты, они уже давно смешались, срослись, модернизировались вместе с оракульной системой, системой Таро и так далее. Я вам это видео неоднократно показывала, поэтому это уже одна система, и вся психология – это и есть, собственно, магия, магия и психология. Вот, поэтому, конечно, незнание таких основ, оно удручает, мягко говоря. Нападать на человека, я считаю, что это шакальские такие признаки, нападать на человека, когда он находится в больнице, это шакальё, да? Это, знаете, как в Маугле, а мы идём на север, а мы идём на север, да? Ой, а там промахнулся там, да? Там как у Акела или Атила, как его звали, он промахнулся, он ха-ха-ха, ха-ха-ха, он промахнулся. Вот, это примерно так же сейчас происходит, поэтому я просто вижу, как люди, некоторые люди, не зная, не ведая, что они творят, не понимая, чем занимаюсь я, начинают меня обвинять в тех вещах, которыми я никогда не занималась. Вот, значит, по поводу карт, коли уж мы к ним подошли так плавно, да, исходя из реплики судей, которые я обязательно поставлю под видео, я поставлю, думаю, прям прям прямую реплику, чтобы это не было голословно, чтобы опять не придрались к тому, что я что-то не так сказала. Вот, судья отчитывал адвоката за то, что он помогает мне, это вообще просто, да, и сказал, что ему надо идти молиться после вот всего того, что он помогал мне. Вот, да, есть гадательный религиозный праздник, это действительно так, на Рождество, на Святки действительно гадает. Это отдельная тема, мы ее тоже коснемся, как происходило сращивание различных игреков, что мы сейчас имеем, да, на самом деле. Карты. Коль уж мы начали говорить о картах, давайте о них. Карты – это, как они вообще, да, проявились, да, проявились в мире, как именно способ взаимодействия с человеком, это действительно история вначале о картинках. О картинках, которые тем или иным способом взаимодействуют с человеком. Сегодня эти картинки в виде карт, оракульной системы, системы, ну, как оракульной системы, так и карт Таро, так и метафорических карт, все эти сейчас системы, они вот так вот все переплелись и срочены, и они все позволяют и посмотреть человека, и посмотреть ситуацию, и магически воздействовать на ситуацию. Как это все работает? Вот у нас есть некая колода, да, карт, вот у меня здесь передо мной лежит колода Ганеша, например, да, вот она такая колода Ганеша. Есть некая колода карт. Так, вот она с картинками, да, с какими-то картинками, в данном случае это посвящено одному божеству Ганеши, это колода. Вот, мы можем через эту колоду, если эта колода посвящена определенному какому-то божеству, у нас идет взаимодействие с конкретным божеством. Это конкретное божество нам и, собственно, и будет отвечать, да. Если у нас колода не посвящена какому-то конкретному божеству, а посвящена силам, что значит посвящена силам? Для этого нам нужно с вами немножечко сейчас отойти в сторону и дать такое разъяснение, чем отличаются силы от богов и так далее. Есть понятие создатель, это тот, кто все создал, великий разум, можно назвать абсолют и так далее. Некий великий создатель, каждый в своих мыслях его представляет по-разному. Есть боги, в каждой стране есть определенный пантеон богов. Отдельно взятый бог, это бог с каким-то именем. Сбор богов под тем или иным пантеоном, кельтской традиции, индуистской традиции или какой-либо другой, это называется сбор богов. Сила. Когда меня спрашивают, что такое сила? Сила. Вот карты могут быть посвящены какой-то силе. Вот здесь в данном случае отдельному божеству посвящены. Бывают карты посвящены некой силе, да, то есть пантеону богов. Тогда через эти карты вы взаимодействуете с этим пантеоном. Бывают карты не посвящены пантеону богов или какой-то силе. Тогда вы взаимодействуете конкретно с пространством. То есть через карты вы взаимодействуете с пространством, получаете от пространства информацию. Как вы ее получаете? Собирая ее путем тасования колоды, вы собираете информацию от внешних источников, от пространства в колоду и смотрите. Это работа с энергиями. Еще Вернадский, профессор Вернадский говорил о ноосфере, то есть это достаточно доказательная история, работа с энергиями. Когда мы с вами делаем какой-то ритуал с помощью именно карт Таро, мы используем изображение, образ, который есть на данной карте. И мы используем его, этот образ, точнее, для того, чтобы привнести на наш алтарь определенные энергии. И как это работает? Это работает тоже очень объяснимо. Когда кто-то из вас, даже человек, который не занимается магией или думает, что он не занимается магией, потому что мы все ей занимаемся, вдруг покупает какую-то картину, потому что она ему нравится, она вызывает у него эмоцию. То есть это может быть картина цветов, натюрморт это может быть, это могут быть звери какие-то дорисованные. Ему нравится изображение, образ. Он вешает эту картину у себя и начинает восхищаться этим образом, вдохновляться этим образом. Неосознанно, это на подсознательном уровне, на постоянной основе. И тем самым он постоянно черпает энергию. В то же время картина, несущая определенный образ, распространяет эту энергию по, собственно, да, по квартире или дому этого человека. Это все вот такие объяснимые вещи. Мы же почему-то приобретаем обои определенного цвета с определенным рисунком. То, что нравится одному, совсем не факт, что нравится другому. У нас совершенно разный вкус, восприятие мира и так далее. Мы хотим получить определенные энергии, которые важны и нужны нам. И об этом есть целые науки. Васту, фэншу и там и так далее, да. В Китае и в Индии наиболее сильно сохранились эти знания, связанные именно с благоустройством и взаимодействием энергии внутри помещения. И этому действительно есть объяснение. Как и энергия внутри тела, я недавно ставила видео, показывала, что именно с помощью иголок, например, китайской и тибетской традиции идет воздействие на энергетические потоки человека. И люди действительно получают помощь, очень серьезную помощь, потому что даже от курения, от того, что там обжорство какого-то, да, там и так далее, иглы спасают, да, ставят на какую-то точку и так далее. Вот в моем случае, например, работают с нервной системой, которая сильно пострадала от нападения и там постоянной травмы. Тоже с помощью иголок, то есть это рабочие схемы, такие нормальные, хорошие, рабочие, полноценные схемы. И говорить о том, что энергии нет, но это было бы смешно, сейчас все понимают уже, все здравомыслящие понимают, что она есть. То есть таким вот образом работают карты. Мы с вами коснулись такой темы, что это могут быть пантеонные истории, то есть истории силы какой-то отдельного божества. Или мы берем что-то из пространства, может быть, это энергия, кстати, животных, да, посвящена вот этой энергии животного характера, если карта связана с животными. Либо может быть подвязана к духу какого-то животного, ну, например, когда говорят «таро кошек», да, там, или еще что-то, это подвязано к духу какого-то животного, в данном случае кошек. Вот, поэтому это опять же работа с энергиями. Здесь нет ничего такого, что невозможно объяснить, здесь все очень легко объяснимо с обычной логической точки зрения. Теперь мы переходим вообще к традициям древности, да. Мы с вами знаем о том, что все народы, без исключения, это доказательная база существует, да, когда вы начнете это изучать. Вот я сейчас, допустим, поступила на обучение этнографам, да, этнологии, да, то есть вообще формирование традиций людей и так далее. Это очень интересно, как это все, да, культурные какие-то традиции, и все это формировалось у разных народов. Но еще на изучении теологии это было очевидно, видно, как это все происходило. То есть вначале все люди на всей Земле, вот представляете, вот все люди на всей Земле, в какой бы точке Земли они ни находились, они поклонялись Создателю через его образ, как Солнце. То есть Солнце было тем самым проявлением Создателя на Земле. Это его такой глаз. В египетской традиции это глаз гора, например, да, изображение. Вот, и вот это самое Солнце, которому поклонялись, да, как образу, проявлению Создателя на Земле, как первичному богу, да, оно давало такую подзарядку людям и возможность взаимодействовать с основным светилом, Солнцем, да, и это прослеживается во всех культурах без исключения. Это народные верования, когда люди первоначально одухотворяли в принципе все. То есть ни одухотворенных предметов не было, а уж тем более каких-либо природных объектов ни одухотворенных не было. Одухотворялись деревья, друизм, например, да, отлично одухотворял деревья. Одухотворялись деревья, одухотворялись цветы и растения, камни, сама земля была одухотворенной, да. Одухотворялась даже какая-то утварь, которой человек пользовался, да, то есть там чашки, тарелки, там и так далее. С процессом времени, когда люди пошли путем уже развития, в чем-то они развивались, а в чем-то деградировали. И вот это то, в чем они деградировали, это потеря вот этой духовности. То есть предмет – это предмет, он не одухотворен уже в позиции современного человека в большинстве своем, да. Но при этом, если мы возьмем и проведем такой эксперимент, мы возьмем куклу из магазина, только купим какую-то куклу в упаковке, обычную куклу, да, пошли в детский мир, купили куклу. И рядом будет кукла, которой ваш ребенок уже играл. Это энергетически будут совершенно две разных куклы. И вы, даже не владея ясновидением, ясночувствованием, сможете это почувствовать, что кукла насыщенной энергией и ненасыщенной энергией только из магазина. Это совершенно два разных объекта, да, это очень важный момент, это понимает каждый человек. Те вещи, которыми мы долго пользуемся, они энергетически очень емкие, чем те вещи, которые мы только купили. Почему многих тянет на антикварные вещи? Потому что они наполнены энергией. Если у человека не хватает энергии, то уже часто он не может наполнить какую-то вещь энергией, он идет, берет вещь, которая уже наполнена энергией. Другой вопрос, отдельно не буду его касаться, какой вид энергии, поэтому есть целый вебинар про антиквариат, и здесь, там вы уже послушаете, да, он тоже в открытом доступе. Здесь я касаюсь именно темы вот этой. И поэтому, когда мы с вами работаем с какими-то вещами, мы понимаем, насыщенная она эта вещь энергетически или ненасыщенная. Так вот, человек в древности понимал этот момент, что каждая вещь обладает определенной энергией, а значит, она живая. Любая вещь, она живая. И относился к ней соответствующим образом. Понимаете, да, о чем я говорю? То сейчас мы это утеряли. Вот это конкретно мы утеряли. И утерянная вот эта способность воспринимать все как живое дает потребительское отношение к вещам. Это не очень хорошая история. Такое потребительское неприятное отношение к вещам, когда люди не ценят, да, они приобретают просто потому, что приобретают, они не понимают ценность вещей, они ее не хранят, не берегут и легко могут выкинуть и купить рукой, в принципе, да. То есть они как бы по-другому относятся к вещам. Другое восприятие возникло, потому что нет одухотворенности. И общество превращается в общество потребителей, где мы уже хвалимся не чем-то таким, не духовной наполненностью, не своим, да, какой-то внутренним содержанием. Мы хвалимся уже внешним содержанием, какую кофточку мы одели, какого она бренда, есть ли у нас золотые сливки, часы там и так далее. То есть это, ну, немножечко неверный подход уже, соответственно, и вот отсюда идет слом вообще понимания. Вот, теперь, значит, древние обряды, связанные с поклонением Солнцу, планетам, потому что первичные, все первичные вероучения людей, они всегда связывались с астрологией и всегда связывались с знанием энергии. Распределение энергии, астрологии и науку, собственно, о времени. Вот это все стало в основе первичных взаимоотношений человека-мир, да. С процессом времени все это модернизировалось, и, так скажем, в тех или иных местах, в тех или иных странах главенствующими основами вероучения стали те или иные религии, вставшие на той или иной мифологии. И, собственно, в момент, когда те или самые, ну, те или другие, да, эгрегоры происходило сращивание с государством, он становился главенствующим как магический, так энергетический, так и, в общем-то, вообще самоглавенствующим, да. То есть он становился всем, собственно. И уже в нем было включение того, что смогли дотащить оттуда, из прошлого сюда, они включения были. То, что было неактуально, ну, потому что лишнего человеку не нужно знать. То, что было неактуально или то, что, ну, не смогли сохранить, не смогли принести, оно туда не включено. Когда человек начинает копать глубоко и начинает изучать сам какие-то знания, процессы становления различных вероучений на земле и так далее, ему становится интересно, как это происходило. Он вникает во все это и понимает, что действительно очень много сокрыто в прошлом. Да, понятно, что сегодня неактуально заговаривать там на плодороде поле, если ты не пашешь поле, да. Но при этом благополучие уже у нас определяется несколько другими вещами. Это финансовая история, да. Поэтому все эти обрядовые действия, они модернизируются на современность. В период прихода новых вероучений, новых культур, новых, ну, так скажем, нового наопласта старого, что-то старое сюда втянулось как раз, точки, что-то вообще не втянулось, да. Значит, то, что втянулось, оно произошло сращивание. Сращивание того, что было, совершенно новой тенденции, да. И вот это новое сформировало новые заговоры. Я помню такой период интересный, когда, ну, вот только стала появляться, в общем-то, литература, связанная с чем-то таким, да, обрядовым, традиционным, да. То есть что-то можно было пощупать, посмотреть и так далее. Паперс появились книги, да. Да, я рассказывала, что за макулатуру, за сдачу макулатуры можно было получить книги Паперса вот этой магии церемоний, да, построенной на иудаизме. Очень такие книги, да, достаточно насыщенные по информации были на тот период, очень насыщенные. Также появилась книга русского колдовства. И в этой книге русского колдовства были уже сроченные ритуалы, обрядовые действия различные, сроченные, где была сроченная была уже христианская традиция, с традицией именно вот этого народного верования. Поэтому сразу же в одном заговоре употреблялось и обращение к земле Матушки, и закреп во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. То есть происходило очень такое мощное сращивание. И эта книга уже это, собственно, показала. Дальше произошли переиздания уже, ну, развивалось же, все развивалось, произошли переиздания. И мы эти заговоры можем уже увидеть в книгах Ripple Classic. Было такое издательство, не знаю, сейчас существует или нет, в книгах Натальи Степановой. Вот здесь мы уже видим заговоры, которые полностью, как в русской книге колдовства, идентичны, построены на сращивании христианского эгрегора и народных верований. Отсюда сегодня мы что можем иметь? Мы можем видеть масленицу, которая пришла из народных верований, как праздник солнца. Это, ну, блин, это символ солнца, медом намазан, да, сладкой жизни и так далее. Но сегодня и в христианской традиции, в том числе, масленицу отмечают и не отрицают, да. Вначале возникало при становлении новых каких-то традиционных ценностей, возникает конфликт предыдущих ценностей, да, и что-то устраняется. Устраняется часто достаточно агрессивным путем. Но, тем не менее, что-то с чем-то все равно происходит сращиванием. Нам интересно именно это сращивание, как любопытным исследователям, да, которые смотрят, что и как происходило. И здесь мы как раз можем видеть, что сегодня обрядовые действия очень многие актуальны, да. Актуальны, потому что первое и очень важное, если мы говорим о простых людях, то знания традиционных каких-то вещей, обрядов и так далее, они помогают обычному человеку жить, они помогают выжить в столь сложном мире, он действительно сложно устроенный. Потому что неправильные действия и незнание приводят его к плачевным последствиям. В частности, я неоднократно привожу одни и те же примеры, вы уже, кто давно со мной слышал, кто давно слушает мои видео, слышал неоднократно. Это истории, связанные, когда ставят на торт свечи и задувают, да, это говорит о том, что задувают свой жизненный путь, задувают свое желание и так далее. Действия, пришедшие из древнего обряда, когда на сладкий пирог ставили свечи по количеству прожитых лет и благодарили род. Пришло сюда, пришло сломанное, но оно пришло, но оно пришло сломанное. Нужно ли это знание обычному человеку? Ну, конечно, нужно, потому что некий Вася Пупкин, имя вымышленное, будет эти, значит, свечи ставить и задувать. И делать это неправильно. Он не знает, что он занимается сейчас магией, да, он не знает о том, что он делает какой-то обряд, который ему повредит, он просто делает. Но лучше же делать правильно. То же самое касается и поминов неверных, когда водка с черным хлебом и так далее. То есть наши знания, они все-таки базируются на том, что мы должны немножечко знать о взаимодействии человек-мир. Даже простой человек должен это знать. Те, кто идут дальше, те, кто интересуются ростом своей души и не хотят бесперерывно воплощаться в теле человека, хотят идти дальше, то есть дальше идти путем развития, тех, конечно, интересует более глобальное знание, более углубленный формат. И здесь мы как раз уже познаем ритуалы, обряды с точки зрения не только как помочь себе выжить в этом мире, а как помочь вырасти своей душе. Это уже другой формат. И здесь тогда уже начинает посвящение ведьму, ведьму или бедуна, в зависимости от мужчины, женщины. Здесь уже начинается интерес к космоканалам. Здесь уже космоканалы проводятся, взаимодействие с каналами богов. Но это уже человек переходит на новый этап. Ему уже интересно больше, он хочет насытить свою душу, он хочет зарастить свою душу. Если он пока этого ничего не хочет, и магия для него это бытовой уровень выживания, то здесь тоже что-то нужно знать. Здесь мы подходим к основному обряду, так как я напомню, что действительно все в мире, все люди без исключения, именно отдавали почести солнцу, как проявление создателя здесь на земле, именно солнцу. То, собственно, солнце и было тем самым объектом поклонения и объектом, который помогал человеку выжить в столь сложном мире, освещало пути. Отсюда понятие вообще освещения, освещало пути. И здесь как раз происходило, что мать в течение 9 месяцев, вынашивая ребенка, что проформировало с тела ребенка, все, что плотное, это правило, магическое правило, все, что плотное, формируется всегда во тьме. То есть ритуалы повышенной плотности, они формируются во тьме. Повышенная плотность, мы что-то формируем, что-то делаем. Мы можем стягивать какую-то негативную программу, формировать ее и закидывать кому-то назад. То есть есть некое действие, плотное достаточно ритуалы, энергетически плотная тьма, поэтому во тьме лучше видно тех, кто начинает видеть, ясновидением заниматься во тьме лучше видно. И гадание в этом смысле во тьме происходит лучше. Ну и вы можете заметить, что, как правило, на картинах изображены там даже вот раз в крещенский вечерок девушки гадали. Именно вечерок. Зимой рано темнеет там и так далее. Тьма. Тьма дает возможность увидеть лучше и плотнее энергии. Тьма, слово тьма пугает часто человека и ассоциируется с чем-то негативным. Почему? Потому что у нас на подсознании страх тьмы, потому что во тьме происходили какие-то ужасные вещи. Во тьме они в основном происходят, кто-то на кого-то нападает. Это генетически заложенный код страха. И если вы напишите на листочке, всегда об этом говорю, тьма и мать, вы видите один и тот же буквенный код. Это очень важно понимать. Так вот, в матери 9 месяцев формируется плотное тело человека. Оно формируется. И от этого никуда не деться. Это научно доказанная история. Дальше рождается ребенок, он выходит на свет. И мы говорим, родился на свет. И здесь идет знакомство со светом. Для чего оно идет? Человек вроде как видит свет, да, ребенок видит свет. Нет. Это делается для того, что это обрядовое действие, обрящивание света для того, чтобы он помогал человеку. То есть как бы ребенка знакомит проводник. Это женщина, которая старше в роду была, или повитуха, она знакомила ребенка, в разных традициях по-разному называлась, со светом, с солнцем. И происходило обрядовое действие знакомства со светом. У всех зависло? Хорошо, что не зависло. Значит, вот это обрядовое действие, когда ребенка знакомили со светом, и было таким, так скажем, ну, таким волшебным проводником в мир, уже в мир света. В мир света и знакомился с основным светилым солнцем, фактически потому, что солнце представляло именно божественный аспект на земле. Именно это в большинстве традиций было утеряно. С приходом новых верований и так далее, это оказалось утерянной. Традиция ушла нам никуда, исчезла, хотя она очень необходима. И украшение – это именно эта традиция. Это традиция именно знакомства со светом. Мы в большинстве своем, 99,9% людей, не прошли это обрядовое действие при рождении. Мы можем его пройти сейчас, познакомиться со светом, хотя мы столько ходим на свету, мы с ним знакомы, но именно обрести, происходит обрящивание этой энергии, и освещаются наши пути. То есть фактически это помощь основного светила солнца. Дальше, что еще дает украшение? Здесь очень интересно, я ковырялась, изучала традиции разных народов о описании кармы человека, где-то это карма называется, где-то не карма, описание жизнедеятельности человека и влияние его жизнедеятельности на последующее воплощение. Так вот, точка выхода здесь является точкой входа в следующем нашем воплощении. Я рассказывала, что даже есть такая легенда интересная, ну, притча интересная, что был какой-то монах, он был очень набожный, выполнял все-все-все необходимые свои действия, но в момент своей смерти он подумал там о каком-то олененке или о ком-то, да, и очень о нем переживал. И воплотился он олененком. То есть фактически он ушел в мир животных, из мира человека, хотя это мир ниже, хотя был монахом. Конечно, это вымышленная история, но эта притча нам иносказательно рассказывает о том, что нужно обратить внимание на то, о чем мы думаем в момент смерти. Да? Концентрация в этот момент практически невозможна. Люди пугаются смерти, люди боятся смерти, потому что смерть – это неизвестность. Чтобы этого страха не было, религии как смогли описали после смерти, кто как. Да, для своих, так скажем, подопечных они описали, кто как. И таким образом, ну, так скажем, успокоили людей. Это замечательно, но мы должны с вами понимать, что действительно наши все поступки здесь скажутся на последующем воплощении. Как бы их ни описывали, пусть каждая религия, каждая мифология будет описывать это по-разному, но это факт, что наши действия здесь скажутся на последующих воплощениях. Это факт. Поэтому мы не можем взять и с помощью украшения сжечь всю карму предыдущего воплощения. Это сделать невозможно, потому что это действие ваше, постоянная работа над собой. Но наиболее тяжелой является та карма, которая проявляется в первые годы жизни, которая является кармой такой отходной, с чем вы уходили из того мира, из предыдущего воплощения, в период именно смерти. То есть что значит период смерти? Вы могли болеть. И какая-то болезнь вела вас к смерти. Это болезнь, отводящая к смерти. Есть такое понимание. И эта болезнь, она как бы ломала вас, мучила вас и так далее. И собственно с этой болезнью, как с кармической историей, по некой такой болячке, вы придете в следующее воплощение, потому что ваша душа запомнила именно эту историю. Предсмертную именно эту историю. Либо это было убийство, либо самоубийство. Это тоже будет тяжелая карма, которая проявится в следующем воплощении. В первые годы жизни. Она проявится в первые годы жизни, а потом разнесется уже по всей жизни вашей. И крошение позволяет вот именно сжечь за счет энергии солнца именно вот эту карму, карму, с которой вы уходили в предыдущем воплощении. Это открытие для меня. Это с этим открытием я делюсь с вами. Я все свои открытия проверяю на различных картах и так далее, как они показывают, что и как это происходит. Это действительно так. И это не может не радовать. Потому что это важно. Это важно, потому что вы несете эту карму. У вас вы нарабатываете новые какие-то истории, но еще и несете ту самую историю, которая у вас, собственно, была с предыдущего воплощения. Многие говорят, какая же справедливость? Я не помню, что было в прошлой жизни, а сейчас должен здесь отвечать. Понятие справедливости на божественном уровне и справедливости человечеством очень отличаются. И мы с вами никогда это головой не поймем, пока не окажемся в следующей шкуре уже нечеловеческой. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому эти вещи очень непонятны. Роптать и говорить, за что это со мной, мы все гораздо. Потому что я тоже иногда так. Я же в человеческом теле люблю там поныть, пожалеть себя. И действительно мы все гораздо очень часто пожалеть себя и спросить, за что это мне, что такое хорошее. Это не всегда за что. Это иногда зачем. И часто зачем. То есть мы получаем те или иные жизненные уроки не за что, а для чего-то. И понятия жалости к человеку, сострадания к человеку, божественных сил отсутствуют. Необходим результат. Если мы хотим получить результат, то он получается иногда очень сложным путем. Путем очень мощных и болезненных трансформаций в том числе. Поэтому здесь очень важно понимать, что сегодня мы с вами можем пользоваться многими обрядами, ритуалами, заковрами, заклинаниями, молитвами, пришедшими из прошлого. Но не всеми. Те, которые сегодня не актуальны, это те, которые, так скажем, не синхронятся с нашей бытовой жизнью. Ну, например, я вам приводила пример, когда заговор там на поле, чтобы что-то росло, если мы ему не сажаем, нам это не актуально. Или там, как на средство передвижения, на лошадь. Это тоже не актуально. Но есть же и актуальные, они будут рабочими вполне. И они нам помогут решить какие-то задачи, жизненные задачи. И к этому нужно относиться весьма серьезно. Очень важно, когда вы переписываете какое-то заклинание, заговор, молитву или что-то еще, какое-либо обращение к божественным силам, вы должны понимать, каким силам идет обращение. Хотите ли вы к ним обращаться? Можете ли вы к ним обращаться? И только после этого взаимодействовать с этим заговором, заклинанием или молитвой. То есть нужно делать это осознанно, а не просто где-то что-то переписал, сделал, но не совсем понимаю, для чего я это делаю, к кому я обращаюсь. Там какие-то имена присутствуют, но какие именно, мне непонятно. К сожалению, многие из древних знаний вошли в современные знания уже в исковерканной форме. Да, такое есть. От непонимания, от невежества такое происходило и вводилось, ну так скажем, в исковерканной форме уже в современные знания. Но ничто не мешает вам порыться и определить, где там собственно истина. Это древние сказания, сказки, мифы, блины, они нам позволяют раскрыть, так скажем, мистерии того или иного народа и понять, как и что это было ранее, как исковеркалось и пришло в современный мир. В современном мире, помимо исковерканных этих знаний, это знание обросло еще какими-то знаниями. То есть мы можем вычленить крупицу неисковерканного знания, да, и плюс еще к этому прибавились же современные наработки. И вот это вместе с этим дает очень хороший, продуктивный, ну такой прям прям аспект, который вы сможете использовать для помощи себе, для корректировки своей жизни. То есть я сейчас не вижу ваши вопросы, я вообще в Даре стала плохо видеть после того, как по голове ударили. Вот, поэтому я слышу, вижу только себя. Вот, мне нужно наклоняться, чтобы смотреть. Поэтому очень важно, архиважно при построении ритуалов понимать структуру их. Например, у нас раньше было такое название закрытая школа, да, сейчас она называется закрытая не школа. Прокуратура города Пушкина запретила мне употреблять слово школа, поэтому это не школа. вот, так вот, закрытой не школе, там присутствует информация о том, как проструктурировать и построить ритуал самостоятельно, то есть сделать правильное заклинание с ключами, закрепами и так далее. Это важно, это для тех, кто будет развиваться в этой теме. Да, вы можете также использовать готовые чьи-то работы, это неплохо, но для того, чтобы использовать готовые чьи-то работы, вы должны понимать, правильно ли она построена, это работает. То есть иметь какие-то базовые знания, просто взять из интернета, переписать ручкой и пойти сделать, нет, нужно иметь какие-то базовые знания, у кого там еще зависло. Отвисло, хорошо. У меня не показывает, что виснет, я не знаю, почему у вас виснет, я просто очень плохо вижу, вдали вы мне написали, я смотрю, что-то там висит. Вот, поэтому это очень важные такие моменты, на которые нужно обращать внимание, то есть я беру какое-то заклинание, понимаю ли я, с чем оно и как работает, с какими силами оно взаимодействует или с каким богом оно взаимодействует, могу ли я к нему обратиться, что значит могу, как вы к нему относитесь, к этой силе или к этому богу, какое у вас ощущение от него, есть ли чувство доверия, есть ли чувство того, что вы хотите обратиться, обращайтесь, если есть чувство доверия, если нет, то нет. Это сейчас работает так. И многие дни, я даже думаю, что мы будем в группах империи публиковать, наверное, есть у меня такая идея публиковать сразу, чтобы вы понимали, какие праздники различных культур отмечаются в один и тот же день, они очень похожи между собой, потому что, во-первых, сращивание происходит, во-вторых, во-вторых, во многом мы похожи как народы, да, потому что человечество, это как бы, это, в общем-то, человека, да, это человечество, и у нас есть очень много общего, независимо от того, где живет народ. Вот, и традиционные многие вещи, они перекликаются, и вот как раз вот эти празднования, да, они тоже перекликаются, и здесь мы можем отмечать именно тот праздник, который нам ближе в данной, ну, в какой традиции, да, можно так сказать, какая традиция, какая традиция нам ближе, можем отмечать сразу несколько, если они вразрез друг к другу не идут, это тоже будет нормально. Еще хотелось бы сказать, мне сейчас очень часто задают такие вопросы, связанные с крошением, да, от чего можно избавиться, потому что это один из древнейших обрядов с помощью украшения, от того, что вы будете держать в голове, что вам не нужно, в период именно обрядовых действий, покрашения, можно избавиться. То, от чего вам не нужно, обеты, обещания, какие-то клятвы, каким-либо эгрегором и так далее, можно избавиться, если вам это не нужно. Если вам это нужно, по вашему убеждению, то, значит, от этого вы не избавитесь, потому что по свободе воли человека каждый человек решает, что ему нужно, а что ему не нужно, насколько ему интересно это или неинтересно ему это, нет понятия плохо или хорошо, есть понятие надо мне это или не надо мне это, что хорошо одному, другому может быть плохо и наоборот. То есть здесь очень такая история, очень индивидуальная история, да, то есть на это тоже, пожалуйста, обращайте внимание, что это именно индивидуальная история. Хочу немножко коснуться такого момента для начинающих, кто начинает работать с ритуалами, да, где их брать, как взаимодействовать, что вообще нужно сделать. Первичное, что необходимо изучить, действительно, как магические книги, это мифологию разных народов. Это я всегда об этом говорю, это самые магические книги, мифологии и сказки. Там зашифровано огромное количество знаний. Кстати, вот на закрытой не школе я рассказываю, как распаковывать эти знания. Там огромное количество информации зашифровано. Значит, вы изучайте эту литературу. Второе, что необходимо сделать, это сделать алтарный стол. Алтарный стол, это может быть, ну, я так сказала, стол, это может быть полочка какая-то, да, где у вас будет красиво сложено, поставлено то, что взаимодействует, те божества, с которыми вы сейчас взаимодействуете, да. Это минимум. Такой минимум, да, по поводу алтарей. Теперь место, где вы будете производить ритуалы. Это некий стол. Если нет отдельно взятого стола, то может быть стол, ваш обычный стол, где вы там кушаете и так далее, но, но я об этом уже говорила, должна быть отдельная скатерть, которую вы специально стелите. Не просто на той же, на которой кушаете, да. Это следующий момент. Дальше, по поводу ритуалов. Вы должны определиться, что вам нужно сейчас, да, то есть, что для вас актуально сейчас, какие есть жизненные проблемы. Не нужно только делать из магии панацею и такую решалу, да, всех ваших проблем. Нет, вы можете зайти в магию с целью решить какие-то свои проблемы и потом развиваться дальше, и многие так входят, но это не решалово. Это не эта история. Значит, вы смотрите первично, какие проблемы жизненные есть, как вы их будете решать с помощью магии. Но нужно замечать такой момент, что если это проблемы, связанные со здоровьем, то вы идете к врачу. Вам никто не мешает делать заговоры, там, от головной боли или еще чего-то, но это не значит, что вы не идете к врачу. Следующий момент. Если у вас проблемы денежные, то вы понимаете, что если вы не пойдете устраиваться на работу и не будете работать, то магия не решит эту задачу никак для вас, да. Поэтому у вас получается, что вы и делаете какие-то ритуальные действия, и в миру вы тоже делаете все необходимое. То есть это совместная работа необходимого в миру и того, что вы, собственно, делаете на алтарном столе. Вы подбираете заклинания, связанные с решением конкретно вашей задачи, да, то есть там денежной или еще какой-то. Но нужно суметь продиагностировать. Возможно, у вас где-то блок стоит, потому что у вас есть именно вот этот вот самый блок негативного характера, магического или еще какого-то. Поэтому вначале снимается блок, а потом только делается уже какой-то ритуал. Для диагностики вы можете использовать совершенно разные инструменты. Но наиболее понятное, по моему убеждению, это индивидуальное мое мнение, для начала, для начинающих, это именно карты. Карты с понятными для вас картинками. Для того, чтобы вы могли проанализировать, что сейчас происходит с вами и какие ритуалы вам сделать. То есть для начального этапа какая-то предсказательная техника вам понадобится тоже. Изучение какой-то предсказательной техники, которая, собственно, вам поможет, и вы сможете какую-то первичную основу посмотреть для себя, понять для себя, чтобы потом уже, конечно, действовать дальше. Если вы понимаете, что ваш заход в магию – это уже глобализм, и вы будете в любом случае развиваться в магии, и вам это интересно не с точки решения бытовых задач, то тогда, конечно, вы уже взаимодействуете через посвящение. Что такое посвящение? Это тоже обрядовое действие, знакомство с силой. Когда вас, человек, который уже знаком с этой силой, подводит к этой силе и знакомит с этой силой. Сами познакомиться вы не можете, самопосвящение не существует. Это то же самое, что многократно это объясняло, что нравится президент любой страны, вы пойдете с ним, поэтому знакомиться. Не будет он с вами знакомиться, должен быть проводник. Вот здесь то же самое. Это силой, к ней должен быть проводник. И именно проводником является тот человек, который вас посвящает. И здесь зависит от какой традиции вы будете взаимодействовать. То есть вы хотите взять какую-то определенную традицию, шаманизм, например, или еще что-то. Буду, шаманизм и так далее. Либо вы хотите изначально взять, я всегда так советую, изначально взять основу основ, это ведьмовское посвящение. Это посвящение знакомства с истоковой изначальной силой. То есть это исток всего сущего, это истоковая мощная сила. Вы с ней сознакомливаетесь, а потом уже начинаете знакомиться, как это знаете, познакомились с президентом, начинаете знакомиться с какими-то министрами. И потом вы начинаете уже отдельно знакомиться с какими-то министрами. Под министрами мы подразумеваем, ну, это я как аллегоричный пример, вы же понимаете, да, привела, мы подразумеваем именно аспекты разной силы. Шаманская, Буду, там, космоканалы тоже понадобятся, да, там, крошение знакомства с основным светилом, солнцем, его энергиями, которые проходят через все планеты, входят в вашу макушку, и ум становится разным. То есть здесь сразу всего много. Не распыляйтесь, все хочу сразу. Прям возьмите для себя, определитесь, что и зачем вы хотите, после чего и зачем, да, то есть для себя вот это вот все распределите. Смотрите, насчет веканства, вот сейчас увидела, да, вот склонилась, увидела ваш вопрос, насчет, даже не вопроса, а утверждение, что веканство интересно. Веканство, есть шаманизм, есть кельтская традиция, это жесткие энергии взаимодействия с природными силами, со стихийными различными силами, жесткое, мощное, колючее, пробивающее взаимодействие. А если мы говорим о веканстве, это мягкий подход, немножко в игровой форме, для тех, кто боится глобализма, боится жесткости, но ему интересно природная магия, он хочет просто соприкоснуться с ней, тогда это веканство. То есть это немножечко по-разному энергетически, вы должны это понимать, да, что это немножечко разное, что это не о глобализме, это соприкосновение, да. Вот, то есть это то, что каждый из вас должен понимать для себя, для начала своего какого-то пути. Мы все с вами, безусловно, проходим разный этап остановления, да, и магии уже начинают интересоваться именно мудрые души. Души, которые достигли определенного, так скажем, уровня восприятия, да, если вам это интересно, значит, душа уже достигла определенного уровня восприятия. Если человек еще не достиг этого уровня, для него магия является чем-то недопустимым. Раньше эти люди занимались все равно бытовой магией, понимали, что они занимаются бытовой магией. Сейчас, ну, путем долгих внушений людям, они поняли, что они не занимаются магией, даже занимаясь магией. Вот, но я вам повторюсь, что магия в себя включает все науки без исключения, потому что магия – это, по сути, это знание о мироздании, о вашем общении с миром, да, путем каких-то действий. Нет, заговоры у христианского эгрегора не всегда большие, они бывают разного размера. Вам, значит, просто встречались большие, они бывают разного размера. Вот, то есть, так скажем, ну, вот у вас идет сильное отрицание к богам другим, только как на Руси интересно, значит, так и изучайте, у каждого свое. У каждого свое. Мы все очень разные. Бывают еще разные периоды жизни, вначале к одному тянет, потом к другому, потом к третьему. Я вам могу сказать, что знания, допустим, о времени, работы с временем, сохранились лучше всего в Китае, там его не уничтожили. Если мы говорим о знании астрологическом, лучше всего оно сохранилось в Индии, да, но на территории Руси очень много знаний погублено, но часть знаний вошли в новые традиционные истории, и они вошли сюда, где-то модернизировались, где-то даже не модернизировались и оброслись уже с современным знанием. Поэтому через это тоже можно уходить. Вот, да, в записи будет. Я тоже уже потихонечку буду заканчивать нашу с вами дискуссию. Вот давно мы с вами в вебинаре не общались, у нас будут впереди очень интересные встречи, я хочу обратить ваше внимание на них. Особенно хочу обратить внимание на историю с тотемами, у нас будет по тотемам. Очень интересный вебинар, на нем я прямо порекомендовала быть всем. Это важно. И будет работа с родом, тоже очень важная работа. На нем бы тоже порекомендовала быть всем. Это важно. Вот, надеюсь, сегодня дала вам какое-то знание, особенно для тех, кто первый раз, новички, впервые, да? Да, спасибо за теплые слова. Вот, буду стараться выходить на связь, хоть еще прохожу лечение, и, возможно, оно долгое, потому что не дают мне восстановиться в связи с тем, что травли постоянно продолжаются. Безусловно, я переживаю за всю эту историю, волнуюсь за всю эту историю, потому что то, чем я занимаюсь, мое дело, это, по сути, это моя жизнь. Это не бизнес, это не какая-то история первой компании, это вся моя жизнь. И, в общем-то, нападают фактически на мою жизнь. В прямом и в переносном смысле этого слова. Вот, хочу пожелать всем развития, вот, принятия себя в своем новом каком-то амплуа, потому что мы все время меняемся, мы действительно меняемся все время. Я сейчас тоже очень сильно изменилась. Вот, спасибо большое за теплые слова. Я вообще чувствую ваше тепло, и мне очень приятно, что вы принимаете мои изменения, я это замечаю. Вы не задаете мне лишних вопросов по поводу моих изменений и в постах, и в видео, и в формировании моего взаимодействия с телами. Не пытайтесь как-то меня уколоть или что-то такое сделать, а всегда поддерживайте. Я это очень ценю. Я всегда говорю, что у каждого человека такая аудитория, какой он сам, собственно, да. То есть, поэтому для меня очень ценно, что те люди, которые меня слушают, они действительно человек, как говорится, с большой буквы, да, потому что, ну, я вижу просто ваше внимание, вашу заботу там и так далее. Вот. Ну что ж, увидимся на следующих видео. Продолжение следует...